Здравствуйте, дорогие Козероги! Сегодня на таких прекрасных картах втором мы сделаем расклад. Эта карта называется Ошо Дзен. И посмотрим, что же они предскажут Козерогам на март 2020 года. Итак, первая карта у нас выпала с вами. Карта Контроль. Видите, какой тут у нас сидит мужчина, весь контролирующий всё и вся вокруг. Это гибкость, разумность, контактность, умение договориться с кем угодно. Это высокий профессионализм, гибкий и грамотный подход к работе, красноречие, обаяние, умение понимать намёки. Умение общаться с начальниками, с подчинёнными, с коллегами, партнёрами. Также, может быть, и на работе, что вы будете впадать в какую-то холодную расчётливость. Стремление подавить собеседника, стремление взять инициативу в свои руки. Это у нас с вами карта, которая называется Контроль. Младший аркан облака владения умом. Контролируя себя, люди постоянно нервничают, потому что в душе всё ещё остаётся у нас с вами беспорядок. И чтобы делать какие-то чёткие заученные движения, нам нужен постоянный контроль. А постоянный контроль приводит к нервозности и к постоянной какой-то такой нарастающей депрессии. Поэтому эта карта в марте месяце вам выпала для того, чтобы сказать, что образ Короля облаков вам напоминает о том, чтобы вы стали легче относиться ко всему. Что вам нужно ослабить вот этот вот жёсткий контроль пирамид вокруг себя, углов, треугольников, и начать относиться ко всему легче. Если случаются ошибки, это нормально. Если вещи немного вышли из-под контроля, то это, возможно, и нужно вам сейчас в это время. Когда вы становитесь чуть проще, чуть расслабленнее, вы становитесь намного ближе к жизни. Вы становитесь намного ближе к жизни, нежели когда вы всё держите в своих руках под контролем. Давайте посмотрим, дорогие наши козероги, какая же у вас будет вторая карта на март. Итак, нам выпала карта, которая переводится как «Печаль». Младший аркан облака. Опять владение умом. То есть опять не то, что у вас что-то произойдёт, а вот это то, что у нас в голове, мысли наши. И мы не всегда способны осознать то, что, как говорится, что имеем, не храним, потерявший плач. То есть мы не всегда способны осознать, когда у нас что-то есть, а вот когда этого у нас не стало, мы понимаем, насколько это было важно, это было хорошо, это было нужно. Поэтому эта карта вам говорит, что в марте вы будете предаваться каким-то мыслям, которые будут мешать вам спать. Они вас будут тревожить. Возможно, из-за работы, боязни не справиться с каким-то заданием. Переутомление из-за какой-то нагрузки. Мандраж перед экзаменом, каким-то публичным выступлением. То есть это какие-то мысли, которые могут навевать и беспокоить нас, и не давать нам спокойно засыпать по ночам, мешать нашей работе. В нашей работе мозга в позитивном русле. Опять, видите, вахбхарты говорят, настройтесь на позитивную работу мозга. Потому что вот здесь товарищ, который все контролирует, все пытается, он уже не живой. Он, видите, как в своей пирамиде из треугольников сидит. У него даже свет к нему не проникает. Хотя свет светит, но все отражают его грани, углы, которые он вокруг себя построил. Здесь печаль, то есть человек пребывает в каких-то страхах. Но этого же не случилось. Это все действия нашего ума. Этого нет на самом деле. Это мы сами себе придумываем. Давайте посмотрим, может быть, для козерогов. Вот, видите, козероги. То есть карты вас предупредили, что вот эта вот деятельность мозга с давлением на вас нужно отбросить в марте. Нужно расслабить галстук и относиться ко всему легче. Здесь карты говорят, что вы научитесь осознавать и ценить то, что раньше не ценили. И это вам осознание придет в марте месяце. Но это все у нас, говорю, деятельность нашего мозга. И от этого нужно избавляться. Потому что когда ваш мозг занят одним, он не думает о другом. То есть пока вы заняты самоконтролем, критичностью, который вызывает раздражительность, плохое самочувствие, вы не можете думать позитивно. Ваш мозг занят. И нужно освободить его. Освободить его от контроля, постоянного угнетения. Будьте свободнее в своей жизни. Как я сказала, расслабьте галстук и относитесь ко всему легче. И вот тогда к вам на помощь приходит эта карта, которая переводится как гармония. Слушайте свое сердце, двигайтесь согласно ему. И у вас прям полная гармония со всем будет. С природой, с пониманием, с взаимоотношениями, с любовью и отношением в доме. Это довольство, связанное с домашним счастьем, удовлетворение собственными достижениями, личной жизнью. Удовольство всем, кого вы любите, кто вас любит. Всем, кем вы дорожите. Эта карта выражает наивысшую гармонию и глубокую благодарную любовь. Она показывает, что вы уверены в себе и в будущем. Что ваши чувства чисты и глубокие. Что вы свободны от каких-либо иллюзий. Поэтому избавляйтесь от этих мыслей, которые вас тяготят. И они, видимо, уже как наследство приходят в март месяц. И в вашей душе, вот как только вы от них освободитесь, наступает спокойствие, гармония, душевное спокойствие, любовь, радость. Радость от общения с другими. Радость семейного счастья. В партнерских отношениях. Давайте достанем еще одну карту для козерогов на март 2020 года. И посмотрим, что же еще нам скажут карты. Ой, раз. И выскакивает вдвоем. Вот смотрите, вам выпало две карты. Сначала поговорим вот об этой карте. Эта карта опять у нас с вами владение умом. Как вот эти две были из этой же стихии. Владение умом. Но эти карты, они на нас действуют, на наш мозг. Либо забавно, либо угнетающе. Вот эти карты, они действуют угнетающе. Они давят, давят, давят. Заставляют думать в негативном ключе. То вот эта карта, это карта высшая над этими всеми. Она говорит, чтобы вы сейчас взяли. Вот посмотрите, это голова Будды. И она выше находится звезд даже. А я вам говорила, все, звезды, вселенная, все, уже предел, уже самая высокая высота. А голова Будды находится еще выше. Она настолько всеобъемлющая, что даже поднимается выше звезд. И над его головой чистая пустота. Она представляет собой сознание, вот он представляет собой вот это сознание, которое доступно всем, кто становится хозяином ума. Вот о чем говорят вам эти карты. И может использовать его как услугу, как это и должно быть. То есть карты вам говорят, подчините свой мозг себе как слугу, а не будьте слугой своего же мозга. Вы очень умные козероги, и вы всегда действуете относительно своего ума. Так вот здесь карты вам говорят, вы должны подчинить себе эти все мысли, а не давать мыслям вас вгонять в депрессивные, разные депрессивные состояния. Вы должны подчинить их служению себе. И тогда вас ожидает гармония полнейшая. И тогда вы сможете позволить себе выйти, выйти, вот показать свое пламя изнутри, которое в вас находится, внутри вас. Это карта осознанность, старший аркан. И она говорит, что пелена иллюзий, страхов и еще чего-то, которое вам мешало воспринимать реальность, такой, какая она есть, она сгорает, уходит. И из вас выходит очень хрупкая, как лицо ребенка, выходит очень хрупкая пелена вашего истинного, своей истинной осознанности, своего истинного, вашего истинного чувства внутри вас, которое живет. Когда вы начинаете отбрасывать мысли, вот эти мысли, которые мешают, пыль, которую насобирали в прошлом, вот они мысли, самоконтроль, пыль из прошлого, возникает чистое пламя, ясное, живое, юное. Вся ваша жизнь становится пламенем, но это пламя не имеет дыма. Это и есть осознанность. Это вот прекрасные карты, полнейшая гармония, осознанность. Это, кстати, старший аркан. И отбросив все это, подчинив по этой карте все вот эти мысли работать для вас, а не против вас, взяв над ними контроль. Вы обретете полнейшую гармонию своим сердцем, со своим умом, со своим третьим глазом. И эта карта показывает, что вы совершите значительный рывок вперед. Вы вырвались из круга прежних интересов и пошли новым путем. У вас движет стремление к свободе, к честолюбию, к поиску утраченного рая и просто жажда самореализации. Это у вас прорыв с ощущением радости и уверенности в себе. Смелость, любознательность. Человек рвется вперед, ищая применение своим силам и не боясь рискнуть. Карта вам символизирует силу и ловкость. И что касается, я знаю, что всех волнует козерогов работ, то, что касается работы, вам удастся сделать большой шаг вперед. Возможно, даже тот шаг, которому вас приведет к какой-то независимости, о котором вы так долго мечтали. Карта говорит о новом стремлении к успеху, о настойчивости, о отваге, готовности действовать и рисковать. Поэтому она может означать как уверенное вступление в новое поприще, так и принятие на себя более крупных задач, также и ответственности. Она открывает двери к успеху, единственное, что, да, главное, не переоцените свои возможности. То есть, ну, козерогам, я бы даже не хотела говорить, что вам, козерогам, это не грозит. Вы всегда четко и грамотно оцениваете свои возможности. Так, давайте достанем еще одну карту и посмотрим, что же нас еще ожидает впереди. У нас раз, два, три, четыре, пятая карта. Последняя. Карта подавления. Это младший аркан огонь, владение умом. Ну, я сказала, вот здесь облака, потому что здесь действие происходит, хоть это и карта огня, да, стихия огня. Но здесь действие происходит именно опять в вашем уме, в вашем мозге. Вы здесь, посмотрите, фигура человека на карте буквально завязана в узлы. Но его свет, видите, его свет, свет человека, до сих пор сияет внутри. Но он подавил свою жизнь, пытаясь соответствовать столь многим требованиям и ожиданиям этого мира, вот, пытаясь соответствовать и держать себя в узде. Он отдал всю свою энергию уже в обмен на то, чтобы быть приняты теми силами, которые его сюда затащили. Трещины ведь как вулкан образуются, исходят по краям изображения, указывают на опасность подавления своей естественной энергии. Истинное послание этой карты заключается в том, чтобы необходимо найти одушину. Важно найти способ высвободиться из этого стресса, который вот создается прямо внутри вас, прямо вот сейчас. Вырвитесь из этого стресса, скиньте эти канаты, они не завязаны, вы не связаны, никто не связан. Выйдите на свет из этой темницы, встряхните свою энергию, позвольте ей двигаться свободно, потому что если вы, как под вам карты говорят, обуздаете вот эти вот все мысли, возьмете над ними контроль, они станут вашими слугами, у вас прекрасная жизнь, посмотрите, у вас яркая, насыщенная жизнь, откроется ваш внутренний мир, потенциал, и опять эти мысли давят, и опять давит это положение. Давайте, козероги, я для вас еще достану две карты, посмотрим, насколько в марте, у вас такой психологически тяжелый месяц, я смотрю, хотя здесь вот две, просто наипрекраснейшие карты, и эта тоже карта говорит о том, что можно взять контроль над всем своим мыслительным процессом, давайте посмотрим, как вы разрешите эту последнюю карту, эту вот непонятную ситуацию, справитесь, я потому что думала, что вы уже справитесь со всеми, возьмете контроль, и здесь опять у нас выпускается опять деятельность мозга, сжимающая и угнетающая, для козерогов на март 2020 года, ну, смотрите, что творится, вот карты все связаны, посмотрите, у нас с вами началось с этой карты, что вы себя загнали в рамки уже, как мумия, как неживая, своим самоконтролем, регулярным давлением на самого себя, что нужно соответствовать, вот эти мысли, которые вам уже ночью спать не дают, и опять этот у нас мысли, которые мешают, вводят в депрессию, лишают нас жизненной энергии, и выходит карта политика, политика это постоянные маски, и ни одна из них не настоящее лицо, змея, разговаривающая двойным, раздвоенным языком, и эта карта у нас, видите, я говорю, почему все связаны карты, это вам карта говорит, выйдите наружу, откройте калитку, вы свободны, калитка не заперта, видите, замок открыт, выйдите наружу, будьте свободны, там большой мир, не надо себя угнетать, и загонять этими мыслями, так что, дорогие козероги, в марте месяце, пожалуйста, прислушайтесь, к картам Дзен Оша, возьмите контроль над своими мыслями, не подавайте, не давайте им возможности угнетать вас, потому что я знаю, это ваш основной мозг, на то, на что вы рассчитываете, это ваше основное оружие, вообще ваш смысл жизни, но вот эти все мысли, этот весь самоконтроль, он мешает жить, внутри вас вот такой прекрасный, голубой мир, открытые сердца, чистое сердце, чистый разум, душа ребенка, который просится наружу, откройте эту калитку и выйдите, в марте выйдите наружу, все козероги, желаю вам всего самого хорошего в марте месяце, все мои прогнозы, которые я делаю для вас, в течение месяца, на следующий месяц, вы складываете, и накладываете применимо к своей жизненной ситуации, и тогда вы будете знать точно, для чего вам выпала та или иная карта, где вам карты хотят помочь, подсказать, какие-то жизненные ситуации, помочь вам в них разобраться, всего вам доброго, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok